В Пытьяхе дезинфицируют автобусы. Городской перевозчик ЗАПСИПАВТО проводит санитарную обработку всех единиц своего транспорта. В 12 автобусах ежедневно после окончания рабочей смены все поверхности дезинфицируют специальным раствором ТЭМ Асептадин. Он предназначен для внутренней и внешней дезинфекции технического оборудования. Жидкость заливают в специальный парогенератор, который и распыляет Асептадин по салону. Контроль за выполнением санобработки взяли на себя сотрудники городской администрации. Также в серию антиковидных мероприятий в общественном транспорте входит еженедельный контроль за соблюдением масочного режима. Как таковых нарушений нет. В наличии у них и маски, и дезинфицирующие средства. То есть если человек без маски, пассажир, у него нет при себе, кондуктор выдает бесплатно маску. А в отношении пассажиров, там у нас в контрольной группе с нами сотрудники МВД, соответственно, устанавливают личность и составляют протокол. В городской клинической больнице Урая ремонтируют кабинет МРТ. Томограф здесь ввели в эксплуатацию в начале года. Однако исследования пациентов в мае пришлось прекратить. Сам аппарат в исправном состоянии, реконструкция потребовалась помещению. После полугодовой эксплуатации под многотонным диагностическим оборудованием деформировался бетонный пол. При таких условиях пользоваться высокоточным механизмом категорически запрещено. Томограф переместили в соседний кабинет. Деформированный пол демонтировали. Реконструкция пола проводится по гарантии. Дополнительные затраты, связанные с восстановлением помещения и переносом магнита, лягут на плечи предприятий, которые готовили кабинет. Уже в январе планируется запустить томограф в работу. Происходит монолитная заливка его, то есть сразу, моментально, по всей площади. Площадь данного помещения составляет 36,9 квадратных метров. Соответственно, для распределения нагрузки уже на всю плиту, то есть он не точечно будет давить на 1 квадратный метр 5 тонн, а на всю площадь 36 квадратных метров. То есть для этого использовался тяжелый товарный бетон с применением мелкой фракции щебня. Будет подан иск в суд к тем фирмам, которые проводили проектирование помещения, которые проводили ремонтные работы и подготовки данного помещения для установки аппарата МРТ. Эта информация была сразу до всех представителей доведена. Также согласована с департаментом здравоохранения, что столько в таком ключе. И уже готовится пакет документов для подачи в суд. Югорченам предлагают погрузиться в атмосферу советского искусства. Почувствовать дух ушедшей эпохи зрители смогут в Государственном художественном музее Ханты-Мансийска. Сегодня здесь откроется выставка искусства советского периода. В экспозиции картины и скульптуры творцов первой половины середины 20 века. Здесь и портреты, и жанровая живопись. Например, произведение «Люди и металл» Эна Пылдраса. Оно выполнено в традициях сурового стиля. Здесь монументальные формы и выразительные линии. Экспозицию дополнит скульптура «Красный всадник» Валдиса Албергса. В центре зала разместится инсталляция по мотивам знаменитой башни Татлина, памятника Третьему коммунистическому интернационалу. К слову, часть объектов выставки в Государственном художественном музее покажут впервые. В начале этого года Министерство культуры передало фонды 108 произведений из коллекции Международной конфедерации союза художников.